МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Фабрика новостей. Новости рождаются каждую минуту. Фабрика работает 24 часа, 7 дней в неделю. Но в целом картина складывается после того, как соберутся вместе все детали. В пятницу вечером предлагаю посмотреть, какой сложилась эта рабочая неделя. Меня зовут Епифанова Софья. Сегодня 13-е, извините, 20-е августа. Так вот, что случилось с 13-го по 20-е? И что заслуживает нашего особого внимания? На этой неделе вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше 6 метров. Спасатели работают, власти готовятся выплачивать компенсации, синоптики дают мобилизующие прогнозы. ГЭС говорят, это не мы. О выплатах компенсации за причиненный водой ущерб подробно. Их будут выплачивать быстрее и по упрощенной системе. Как это сделать, региональные власти должны обдумать в течение недели. Сегодня началась осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане. Заездки с крылом больше полутора километров под запретом. Плавные сети разрешены. Лимит всего 13 тысяч тонн рыбы на всех. Электрические сети Советской Гавани ждет модернизации и смена операторов. А в котельных сделают основательный ремонт. Таковы детали поездки руководства края в Советско-Гаванский район. Инклюзивные игры завершились. Участники из Хабаровского края получили наибольшее количество наград и перспективу получить современный центр реабилитации для детей-инвалидов. Его проект дорабатывают краевые власти. Еще на год для дальневосточников отложили обязательную установку «Эры Глонас» на ввозимые автомобили с правым рулем. Если это одна машина в год для личного пользования. Абонементов на игры в новом хоккейном сезоне не будет, а на месте ресторана теперь спортзал для юных хоккеистов. Платину «Марена», построенная в 2003 году, меняется. Оценим на первых домашних играх. Гегемония мужчин на футбольном поле пошатнулась. При клубе СК «Хабаровск» начались тренировки женской команды по футболу. Самой старшей участнице всего 7 лет. Самый безопасный город Дальнего Востока или самые осторожные граждане? В Биробиджане на парковке у жилого дома несколько часов простоял чемодан с 15 миллионами рублей. Итак, 6 метров даже с плюсом. В четверг эта отметка была преодолена. Это уже официально опасное явление. Дачные теплоходы не ходят под угрозой приостановки навигации. Напомню, что для нее критичен уровень в 6 метров 30 сантиметров. Какова обстановка? Давайте посмотрим. На островной части Хабаровска затоплено полторы тысячи дачных участков. На материковой участке жилые дома на улице Богачева. Затоплен пляж Амуркабель. Частично улица Артемовская, соединяющая пляж с улицей Павла Морозова. Красная речка у нас всегда уходит первой при наводнениях. Сейчас в этом микрорайоне отсыпано 6 защитных сооружений. Установлены насосы на улицах Вилюйской и Прибрежной. Власти индустриального района заверяют, что действуют оперативно, сообразно обстановке. Конечно, есть в некоторых местах вода на Красной речке. Это на приусадебных участках она есть. Но на Красной речке очень много труб, которые выходят в Амур, которые мы даже найти не можем. Это когда строилось очень много лет тому назад. Но сейчас находим, где только вода у нас поступает. Мы стараемся тампонировать или строить небольшие дамбы. Краснофлотский район Хабаровска. Там на улице Штормовой при уровне воды от 6 метров и выше в зону потопления попадают 8 домов. Временная дамба на Штормовой рассчитана на 7,5 метров. Она уже отсыпана. На улице Пионерской сомкнули дамбу. Корсакова-2. Более 20 жилых домов здесь уже стоят в воде. Она продолжает пребывать. Затопленную территорию регулярно объезжают на лодках спасатели. Дома, которые затапливаются с 2013 года, по-моему, каждый год, построены прямо в пойме реки. И для того, чтобы их защитить, нужно возводить капитальное гидротехническое сооружение. Примерная стоимость проекта дамбы возле Корсакова-2 около 500 миллионов рублей. Помимо этого населенного пункта, вода пришла в Виноградовку и Князеволконское. Также подтоплены автодороги в селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское и Мичуринское. Напомню, в 2013 году, 20 августа, вода подошла в Амуре к 7 метрам, вот где-то как раз в этих числах, да, а к 4 сентября поднялась до 8 метров, 8 сантиметров, и это был максимум. О таком уровне сейчас никто не говорит, но останавливаться вода тоже не собирается, по прогнозам специалистов. 23-27 возобновится слабый рост. Мы сейчас завтра просчитаем осадки, мы пока оставляем вот на это, на 23-27 уровни воды, 620-650. Начались опять дожди по Амурской области, и есть вероятность, что дожди пройдут и по бассейну Сонгарь, и по бассейну Амура. Самое главное, что падения мы не ждем. Пока остаемся в отметках опасного изведения. А что Бурейская ГЭС? На этой неделе я направила в официальные адреса Бурейская ГЭС Росгидра два запроса. Пока ответа нет, но все равно жду и надеюсь. С 17 августа указанием Амурского бассейна водного управления Бурейская ГЭС снизила объем сброса из водохранилища на 1000 кубометров в секунду. Последняя новость на сайте компании от 11 августа о том, что ГЭС защитила населенные пункты от наводнения. Приток воды усилился с проливными дождями в Амурской области с 1 августа, а к 11 августа приточность воды в Бурейское водохранилище нормализовалась. Несмотря на непростую паводковую ситуацию, Бурейская ГЭС продолжает бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, не допуская дефицита электроэнергии в энергосистеме Дальнего Востока. Конец цитаты. Возникает мысль, может быть что-то не так с метеопрогнозами, и чтобы бесперебойно вырабатывать электроэнергию, ГЭС приходится делать избыточный запас воды, а потом от него так избавляться. Вопрос без ответа. Пока что. Если не считать ответом, сообщение на сайте Русгидра от 4 августа. Цитирую. Все негативные явления, о которых сообщается в СМИ, происходят на незарегулированных реках, уровень воды в которых не зависит от режима работы ГЭС. Важно отметить, что 60% стока бассейна реки Амур формируется из незарегулированных вод верхнего и среднего Амура, Уссури, а также частично зарегулированных вод китайской реки Сунгари. В общем, опять геополитический у нас вопрос. Процедуру выплат пострадавшим от Хабаровска, извините, процедуру выплат пострадавшим от паводка в Хабаровском крае упростят. Об этом было заявлено в совещании с президентом России о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Новый порядок выплат компенсации должен быть разработан в течение недели. Сделают это МЧС и глава региона. Предполагается, что пострадавшим не придется ходить в комиссии, а время получения выплат сократится. Как заявил на совещании полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, все выплаты пострадавшим от паводка должны быть сделаны до 1 сентября. Всего в зону подтопления, по информации правительства Хабаровского края, попадают более 3000 жилых домов в 145 населенных пунктах. Пострадавшим от паводка в Хабаровском крае предусмотрено несколько видов компенсаций. За частичную утрату имущества первой необходимости полагается до 50 тысяч рублей, за полную до 100 тысяч рублей на одного человека. То есть на семью будет больше, да? В случае повреждения собственного частного жилья предусмотрена выплата 10 тысяч рублей на одного человека. Компенсацию потерянного урожая рассчитывают по 200 рублей на 10 квадратных метров земли, занятые под сельхоз насаждения. Но эта выплата касается владельцев приусадебных участков. Дачники, как уточнили в краевом правительстве, рассчитывать на эту выплату не могут. И вернемся к дамбам. Капитальная, конечно, лучше, но пока у нас достроены временные. О значении временной дамбы рассказал в программе «Говорит губерния» Владислав Тян, начальник службы заказчика Минстроя Краев. Ну это важно было сделать для того, чтобы вот именно с акватории Затона у нас не допустить затопления определенной части города, которая находится на его берегу. Почему? Потому что перекрыв вход Затон, мы включили там два насоса перекачивающих. На сегодняшний день этого достаточно. Вообще при высоком поводке там количество насосов повышается до шести. Которые перекачивают воду из Затона в Амур. На сегодняшний день у нас разница уровней воды в реке Амур и внутри Затона где-то порядка полуметра. И мы, в принципе, будем поддерживать в Затоне, это уже обговорено с городскими властями, уровень воды где-то 5-30, что, во-первых, позволит не допустить затопления береговых сооружений, а во-вторых, для максимального снижения именно нагрузки от водяного столба при разнице уровней именно на само это временно защитное сооружение. Временно защитное сооружение, мы, в принципе, приступили к его исполнению в тот же день, когда было подписано распоряжение губернатора о введении режима ЧАЭС на территории Хабаровского края. Это у нас произошло в прошлую субботу, в 10 часов было подписано распоряжение, а в 15 часов уже, в принципе, подрядчики приступили к работам. На сегодняшний день, в принципе, у нас там уже опасений никаких нет, мы сейчас просто приводим все это в такое более благовидное состояние, отсыпаем там скальным грунтом, чтобы при повышении, при возможном повышении дополнительного уровня воды у нас не было подмывания, как это произошло, допустим, в 20-м году. Поэтому у нас сейчас дамба, ну, это временно защитное сооружение, оно состоит не только из песка, как было в прошлом году, но еще и усилено скальным грунтом. Вот я как раз об этом и хотел спросить, потому что визуально это выглядит, как, ну, такая большая куча песка, но ведь гидротехническое сооружение – это гораздо сложнее. Сейчас, если посмотреть, то там уже видно, что это уже небольшая куча песка, а сверху там она на метр укрыта скальным грунтом, ширина по верху там достигает 4 метров, это в случае того, что если вдруг, если вдруг погода нам, ну, не погода, а природа принесет нам дополнительные сюрпризы и будет еще повышение, чтобы мы могли в любой момент высоту этого защитного сооружения еще увеличить. На сегодняшний день оно у нас рассчитано на 8,5 метров, ну, пока ожидаемое у нас будет где-то 6,5, не более. Я думаю, что каждый год вы то насыпаете, то разрушаете, так и будет сегодня? На сегодняшний момент, да, это будет происходить до тех пор, пока не будет завершено строительство вот этой дамбы защиты Южного района города Хабаровска в полном объеме. В общем, такие важные детали. Вы на «Фабрике новостей». Далее передаю слово нашему обозревателю Олегу Крючку. Его рейтинг событий уходящей недели и взгляд на перспективу. На минувшей неделе мы рассказывали о том, как глава региона Михаил Дегтярев докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Путину о прохождении паводка на территории Хабаровского края и предложил главе государства построить дополнительные генерационные мощности в бассейне реки Амур для того, чтобы можно было регулировать водные потоки вот в эти летние сложные периоды. И вот пришло сообщение, размещено на официальном сайте Кремля. Владимир Путин дал поручение правительству Российской Федерации прорабатывать этот вопрос. И по всей вероятности нам придется дополнительно защищаться от нынешних рукотворных или стихийных паводков. Тем временем Амур перевалил через 6 метров у Хабаровска. Страдают преграды, страдают дачи. Работает оперативный штаб. Все по-прежнему на чеку, готовы на собственные мощности. Но еще раз, пожалуйста, сами позаботьтесь и о себе, и о тех, кто от вас зависит. Еще одна инициатива Михаила Дегтярева, широко обсуждаемая, это продление моратория на установку датчиков ГЛОНАСС на японские ввозимые машины. Безусловно, будет приветствоваться всеми жителями Дальнего Востока, не только Хабаровского края, и уже губернаторы соседних регионов выражают поддержку этому решению. Вот премьер-министр Мишустин, да, распорядился, действительно будут моратории. И еще весь следующий год можно будет ввозить машины без вот этой сигнализационной системы. Нужный или ненужный, тоже, знаете, вопрос дискуссионный. И еще одно изящное предложение, очень мне оно понравилось, это предложение Михаила Дегтярева о предложении правительству Российской Федерации работать с 9 часов утра исключительно на регионы Дальнего Востока. Действительно, очень изящно, очень прекрасно и очень хорошо. Я бы еще добавил на стены географические карты многим чиновникам средней руки федеральной, чтобы они смотрели и видели, где мы находимся, умели отличать Хабаровскую губернию от Биробиджанской области. Знаете, да, иногда они так позванивают и спрашивают, где вы там живете. Вот, и вообще, очень хорошая практика, тоже введенная Дегтяревым, собирать людей, вот, руководителей на какой-то определенной территории. Допустим, можно было бы делать выездные заседания в министерстве или ведомстве где-нибудь в Хабаровске, в Владивостоке. Люди, опять же, знакомились бы с географией, со страной, с обычаями и привычками, и увидели, какая большая и прекрасная у нас страна. Ну, и вообще было бы хорошо, но это уже от нас исходит предложение отказаться, знаете, от этой работы в 8 часов утра, а то и в 7. И вот сейчас нет никакой нужды водить детей в садик или в школу в 8 утра, потому что раньше вся страна была один большой завод, и действительно надо было вставать, всем идти по гудку-звонку. Сейчас, мне кажется, можно эту практику тихонечко отменять, можно начинать работу, как это делают везде в приличных городах, в 11 часов утра. Вот, понятно, будут ведомства и организации, где эта практика не приживется, включая нас, мы точно так же будем будить вас в 7 часов утра, и точно так же с такими же улыбками. Оставайтесь с нами и подумайте над этим предложением. А вы знаете, автозаводы в Центральной России работают по 4-дневной рабочей неделе, так что тут масса тем для обсуждения. После короткой рекламы обсудим вот такие темы. Сегодня началась осенняя путина на Амуре и в Амурском лимане. Заездки с крылом больше полутора километров под запретом. Плавные сети разрешены. Лимит всего 13 тысяч тонн рыбы на всех. Электрические сети советской гавани ждет модернизации смены операторов, а в котельных сделают основательный ремонт. Таковы детали поездки руководства края в Советско-Гаванский район. Инклюзивные игры завершились. Участники из Хабаровского края получили наибольшее количество наград и перспективу получить современный Центр реабилитации для детей-инвалидов. Его проект дорабатывают краевые власти. Еще на год для дальневосточников отложили обязательную установку «Эры Глонас» на ввозимые автомобили с правым рулем. Если это одна машина в год для личного пользования. Абонементов на игры в новом хоккейном сезоне не будет, а на месте ресторана теперь спортзал для юных хоккеистов. Платину «Марена», построенная в 2003 году, меняется. Оценим на первых домашних играх. Гегемония мужчин на футбольном поле пошатнулась. При клубе СК «Хабаровск» начались тренировки женской команды по футболу. Самой старшей участнице всего 7 лет. Самый безопасный город Дальнего Востока или самые осторожные граждане? В Биробиджане на парковке у жилого дома несколько часов простоял чемодан с 15 миллионами рублей. Это «Фабрика новостей». Из деталей собираем целое. Осенняя путина официально началась в пятницу на Амуре и в Амурском Лимане. За моей спиной посмотрите, какая рыба. Вот там как раз такая. Продлится путина до 15 октября. Главное, лимит на вылов в этом году всего 13 тысяч тонн. Однако в ходе путина ученые будут отслеживать ход лососей и лимит может быть скорректирован. Заездки длиной крыла более полутора километров под запретом. Запрещено устанавливать более одной глаголи, то есть ловушки для рыбы. Коренным народам и любителям рыбалка разрешена. Можно пользоваться плавными сетями. Как уточняется в приказе Минсельхоза, использовать плавные сети нельзя ниже Николаевска на Амуре. Было очень много обращений от рыбаков вернуть возможность ловить рыбу плавными сетями. Мы отработали эту тему с Росрыболовством и уникальное решение в этом году состоялось. Плавные сети разрешены, пока наши рыбаки не перестроятся на новые орудия лова. Летний лов лососей на Амуре в этом году был под полным запретом. Между тем, холодильные мощности на Дальнем Востоке на данный момент заполнены на 90%. Помимо внутреннего рынка, рыба направляется в Китай и в Южную Корею. В этой теме еще масса деталей, и у нас появится повод их обсудить и не раз. Инспектор пропал без вести в национальном парке Шантарские острова во время рейда. Его напарник погиб, а служебный катер сгорел. Об этом рассказал руководитель природной охраняемой территории вечером в понедельник. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Предварительное следствие показало, что именно это стало причиной пожара на борту служебного катера. А что стало причиной смерти сотрудника при исполнении служебных обязанностей, пока выясняется. По словам Ивана Насонова, руководителя национального парка Шантарские острова, одного из инспекторов нашли еще живым, без ожогов и следов огня на одежде, хотя морской алюминиевый катер финского производства к тому времени уже выгорел. Трагедия произошла в районе мыса Литки на побережье Охота моря еще в середине июля. Однако добраться до места происшествия следователи смогли спустя довольно значительное время. Деталь. Морское побережье в данном районе изобилует рыбой всех пород, начиная с лососей и заканчивая калугой и осетром. Это фабрика новостей. Из деталей собираем целое. Продолжаются поездки руководителей края по районам. На этой неделе короткая, но богатая на решение командировка была предпринята в Советско-Гаванский район. Один из прибрежных. Но рыба не основная специализация. Основными отраслями экономики района являются судоремонт, перевалка грузов, энергетика, лесная и деревообрабатывающая отрасли. Потенциал для развития туризма. В бухте на дне лежит легендарная паллада. На суше есть вековой маяк и остово-береговой батареи. Население 37,5 тысяч человек. Тесно связан с Ванинским районом. Вместе они входят в особую экономическую зону, свободный порт Владивосток. Что решили в ходе поездки? Дополнительные средства будут выделены из регионального бюджета на модернизацию котельных в районе. Дома жителей Советской Гавани обогревают шесть котельных. Две из них работают на мазуте и четыре на угле. За счет средств федерального и краевого бюджетов в этом году начнется ремонт котлов. Также планируется построить новую котельную в поселке Завета Ильича. Кроме того, будут модернизированы и электрические сети. По энергетике электрической мы объединяем сети, а не как лоскутное дело. Сегодня мы достигли с главами договоренности о передаче электрических сетей постепенно двум крупным операторам. Михаил Дегтярев также побывал в пожарной части номер 22, которая в начале этого года переехала в новое здание пожарного депо. Еще одна точка маршрута – школа искусств Советской Гавани. Она участвует в федеральном проекте «Культурная среда». Это позволило получить средства на закупку оборудования. Теперь в школе появились интерактивные доски и новые музыкальные инструменты, в том числе рояль, которого здесь не было никогда. Да. Осмотрел в Рио губернатора и общественные территории. Например, в этом году в Советской Гавани завершено благоустройство аллеи трудовой доблести. Стоимость проекта – 5 миллионов рублей. Вы на фабрике новостей. В правительстве Хабаровского края на этой неделе появился новый человек – Керим Сунгуров. Он занял пост заместителя председателя правительства по вопросам строительства. До этого назначения он работал в Минвостокразвития, директором Департамента развития территории Дальнего Востока и Арктики. И первые его комментарии на новом рабочем месте касаются строительства жилья в регионе. Местные строители должны активно подключиться к большим стройкам, которых обещают немало. Мы будем смотреть, чтобы конкурсные условия были такие, которые позволят местным застройщикам участвовать. Очень важно, чтобы местные застройщики отвечали всем требованиям, которые предъявляет Дом РФ, ВЭБ РФ. Это госкорпорации, которые могут стать кредиторами застройщиков нового федерального проекта «Дальневосточный квартал». Хабаровский край, опять же, может стать пилотным для его апробации. Новый микрорайон планируется построить на месте аэродрома ДСА в Хабаровске. Суть проекта «Дальневосточный квартал» какова? Такова. Государство строит дороги, электричество проводит, коммуникации. После этого выставляет вот такой оформленный участок на конкурс. Побеждает застройщик, который заявит наименьшую цену будущих квадратных метров. Похоже, чем-то на 44 ФЗ. Когда пилотный проект начинает действовать, пока не сообщается. А уже обжитые дальневосточные кварталы могут стать комфортнее и красивее благодаря ТОСам – территориальному общественному самоуправлению. На этой неделе прошел первый съезд представителей ТОСов Хабаровского края. На сей момент их у нас зарегистрировано в крае больше тысячи. Принцип работы такой – группа активных граждан, соседей, разрабатывает проект, будь то детская площадка или клумба в сквере, подает заявку на краевой конкурс и, если его выигрывает, реализует свой проект не только на свои собственные деньги, без этого никак, но и на бюджетные. Это важный момент, потому что пока проект проходит конкурс, цены могут еще на что-то подрасти, скажем, на металл, как было в этом году. Конкурсы ТОС проходят в Хабаровском крае с 2016 года. За это время было разыграно более 360 миллионов рублей. Бюджет на поддержку территории общественного самоуправления в этом году составил 100 миллионов рублей, в следующем будет увеличен до 200. Доля средств, которые должны вложить в проект граждане, снижена до 20%. Кроме того, ТОСы теперь могут подавать на конкурс сразу три проекта, а не один, как это было раньше. Во время рабочих поездок по региону я увидел, насколько востребован этот механизм поддержки гражданских инициатив, когда жители многоквартирных домов или частного сектора, соседи объединяются. Еще одна большая территория, которая у нас наверняка самая общая. О будущем стадиона имени Ленина моим коллегам в программе «Говорит губерния» рассказал Александр Селеменев, главный архитектор края. – Эскиз сделан совместно с фирмой «Новая авиация». Мы говорили, что нужно, что не нужно делать здесь. – Там фонтаны бьют возле яхт-клуба, да? – Нет, это не фонтаны, это возле яхт-клуба, это места для отдыха, это вообще причальная стенка. Но, к сожалению, сегодня эта работа по созданию, она была уже на завершающей стадии, но сегодня отметки такие. Да, мы живем в такой ситуации, что у нас плавающая отметка уровень амура, к сожалению, причем очень сильно. Работы пока приостановлены, но вот та картинка, которая была, она будет завершена. – Ну, то есть там появится Марина причальная, причем довольно большая, судя по этому эскизу. – А можно первую фотографию еще раз показать? – Можно, конечно, думать, что она будет Марина, и мы сделаем все, чтобы это было. Но это для яхтенного туризма больше сделано. Это не для того, чтобы там горожане ставили яхты, это именно проект туризма, значит, Большой Сурийский, Шантары. Это вот, знаете, такой проект у нас глобальный, есть туристический кластер. Вот это как раз часть этого комплекса. В Комсомольске набережная по этому же проекту строится. Дальше по Амуру это буквально в следующем году должно быть завершено. Ну, к сожалению, сейчас, я уже сказал, чуть-чуть притормозилось, работа остановлена фактически. Сейчас там защитные мероприятия проводятся противопаводковые. Далее короткая реклама и такие темы обсудим. Инклюзивные игры завершились. Участники из Хабаровского края получили наибольшее количество наград и перспективу получить современный центр реабилитации для детей-инвалидов. Его проект дорабатывают краевые власти. Еще на год для дальневосточников отложили обязательную установку «Эреглонас» на ввозимые автомобили с правым рулем. Если это одна машина в год для личного пользования. Абонементов на игры в новом хоккейном сезоне не будет, а на месте ресторана теперь спортзал для юных хоккеистов. Платинум-арена, построенная в 2003 году, меняется. Оценим на первых домашних играх. Гегемония мужчин на футбольном поле пошатнулась. При клубе СК «Хабаровск» начались тренировки женской команды по футболу. Самой старшей участнице всего 7 лет. Самый безопасный город Дальнего Востока или самые осторожные граждане? В Биробиджане на парковке у жилого дома несколько часов простоял чемодан с 15 миллионами рублей. Это «Фабрика новостей». Завершились первые международные детские инклюзивные игры. Финальные состязания должны были состояться в Хабаровске, однако из-за коронавируса игры провели в онлайн-формате. Подобные игры среди детей с особенностями здоровья проводились впервые. Цель проекта – дать возможность таким детям показать свои творческие способности. В финальный этап игр вышло более тысячи участников. Из 59 регионов России и еще пяти стран. Это Армения, это Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Италия. В состязании проводились по восьми номинациям – музыкальное, изобразительное, театральное искусство, цирковое, журналистика. Творческие работы оценивала профессиональная жюри. Призерами инклюзивных игр стали 75 человек. Подвести итог этого большого действия, действительно сложного из-за смены формата и сроков, за которые пришлось всем перестраиваться, мы попросили Наталью Крель, исполнительного директора Общероссийского союза общественных объединений Национальный парадельфийский комитет России. Она побывала в Хабаровске в декабре прошлого года и с ее визита, собственно, и началась подготовка. Такой серьезный большой итог этих игр, да, все-таки, ну, количество участников и международное участие, члены жюри, и великолепные выступления ребят, это все дает нам право говорить о том, что игры будут, за ним будущее. И Хабаровск, который открыл, дал старт, дал начало этим играм, конечно же, вошел в историю, как край, в котором эти игры зародились, и как край, который дал им возможность успешного старта. А я желаю, чтобы всем участникам этих игр наш старт позволил действительно добиться в своей жизни очень многого, чтобы вы всегда были успешными, радостными, творили и приносили радость своим творчеством себе, своим близким и, конечно, всем зрителям. Пускай зрительные залы, в которых вы будете выступать, всегда будут полными. Спасибо большое. В рамках первых международных инклюзивных игр для детей состоялась международная онлайн-конференция, на которой специалисты из пяти стран обменялись опытом реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Хабаровский край занимает 74 место в России из 85 по количеству людей с инвалидностью. Их становится меньше, говорят специалисты, и, опять же, это тенденция общемировая и связана с развитием медицины. Однако есть и тревожные данные. Среди инвалидов растет доля детей. Сейчас она приближается к 8%. Для выявления патологии у детей до трех лет в Хабаровском крае работают 67 служб. В ближайшее время в Хабаровске начнется строительство одного из крупнейших на Дальнем Востоке центров реабилитации для детей-инвалидов. Проект стоимостью 2 миллиарда рублей почти готов, заявил Евгений Никонов, заместитель-председатель правительства Хабаровского края по социальным вопросам. В основу проекта подольского центра реабилитации, он сейчас перепривязывается к местности и существенно дорабатывается. Главное отличие нашего центра, который будет возводиться, в том, что там не только реабилитация и не только медицина. Там еще и образование. То, чего нет в других центрах. Это фабрика новостей. Собираем детали, любуемся целым. На этой неделе в понедельник открылся молодежный образовательный форум «Амур». Его проводят уже в пятый раз. На базу отдыха «Шарголь» в Комсомольском районе приехали 170 человек со всего Дальнего Востока. В этом году участникам смены предстоит разработать планы изменения городов. Всю эту неделю они знакомились с последними трендами в сфере изменения городской среды. Создание новых общественных пространств, малых архитектурных форум или медиапроектов. В качестве спикеров на форум приехали в том числе московские эксперты. Лучшие проекты участников форума поддержат финансово. За четыре года 80 проектов участников молодежного форума «Амур» получили гранты на общую сумму почти 15 миллионов рублей. Пятую смену в этом году удалось организовать после двухлетнего перерыва. Ценно то, что Михаил Владимирович Дегтярев перезапустил форум «Амур», который не происходил в течение нескольких лет, потому что такие собрания позволяют ребятам зарядиться энергией и поделиться идеями, запустить новые проекты. Это имеет очень длинный, позитивный шлейф на годы вперед. Еще на год для дальневосточников продлили упрощенный порядок ввоза из-за границы поддержанных праворульных автомобилей. Нам с вами можно не устанавливать систему «Аэроглонас» до 3 декабря 2022 года. Это одно из решений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. Федеральный центр поддержал инициативу Михаила Дегтярева. Во время визита председателя правительства России он обратился с предложением о продлении моратория на установку системы «ГЛОНАСС». Жителям Дальнего Востока разрешается ввозить без установки специальные кнопки по одному праворульному автомобилю в год для личного пользования. Напомню, что требования установить государственную автоматизированную систему в России действуют с 2017 года. В случае аварии она должна автоматически передать информацию о происшествии в экстренные службы. Деталь. Для Дальнего Востока мораторий уже продлевался и не раз. В 2019 году после разрешения ввозить автомобили без «ГЛОНАСС» импорт машин на Дальний Восток вырос на 28%. Это данные таможенной службы. Это «Фабрика новостей». Далее реклама, а после нее обсудим вот что. Абонементов на игры в новом хоккейном сезоне не будет, а на месте ресторана теперь спортзал для юных хоккеистов. Платинум-арена, построенная в 2003 году, меняется. Оценим на первых домашних играх. Гегемония мужчин на футбольном поле пошатнулась. При клубе СК «Хабаровск» начались тренировки женской команды по футболу. Самой старшей участнице всего 7 лет. Самый безопасный город Дальнего Востока или самые осторожные граждане. В Биробиджане на парковке у жилого дома несколько часов простоял чемодан с 15 миллионами рублей. В эфире «Фабрика новостей». Теперь детали из будущего. Абонементов на игры в Платинум-арене в новом хоккейном сезоне не будет. Руководство «Амура» опасается, что и у этой зимой велик шанс играть при пустых трибунах. Ну, точнее, без зрителей на трибунах. Но к началу сезона все равно готовятся и основательные, чем прежде. Впервые за 10 лет на запасном ледовом поле сделали капитальный ремонт. Меняют освещение, устанавливают новые осушители воздуха. Все конструкции покрывают огнеупорной краской. У хоккейной школы появится новое место для общей физической подготовки. Спортзал обустроили на месте бывшего ресторана «Овертайм». По-моему, прекрасное решение. До этого на новых интерактивных тренажерах ребята занимались в коридоре. Спецтехника Платинум-арены прошла техосмотр. Заливается лед нового сезона, а главные действующие лица – хоккеисты – сейчас на сборах в Москве. Сейчас предстоит еще один турнир в Москве – Кубок мэра. Это очень представительный турнир. Нашими соперниками там будут московская ЦСКА, московская «Динамо». Такая самая серьезная проверка будет перед стартом чемпионата. И уже 2 сентября в Сочи мы начнем сезон. На следующей неделе предложу своим коллегам из программы «Говорит Губерния» выяснить, так футбол или хоккей любят наши зрители. А то в этом году нам уже сто раз, наверное, сказали и доказали, что Россия – не футбольная страна. Может быть, Хабаровск – последний оплот этого вида спорта? При клубе СКА «Хабаровск» начались тренировки женской команды по футболу. Шесть девчонок в возрасте от 5 до 7 лет, то есть на большую перспективу начали. В футбол никогда не играли. Николь Пинчук, например, пришла из модельной школы вслед за братом. Футбольную технику отрабатывают в форме игры. Обычные догонялки, смотрите, усложняют мячом. Можно и во дворе так поиграть, правда? Оценки за успехи юным спортсменкам не ставят, но каждое попадание в ворота – это как личная победа. Последние пять лет женские футбольные команды при профессиональных клубах создают по всей России. В Хабаровске набор юных спортсменок продолжается. Принимать готовы всех желающих детей. Укомплектовать команду полностью рассчитывают осенью. В перспективе лучшие спортсменки смогут войти в состав мужской команды, если захотят и если будут настойчивы. Это, скажем так, самый первый уровень. И мы с ними об этом говорим, что мы строим дом. Сейчас мы закладываем фундамент. И до первого этажа нам еще надо поработать, поработать. Но они понимают, в принципе, такие вроде бы дети-дети, но все прекрасно понимают. Выполняют, стараются, делают. Вы знаете, у меня возник только один пока вопрос. Почему СК Хабаровск, когда давно существует женская команда «Арсенал» на стадионе «Юнос»? Достаточно опытная. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? А тем временем в Москве в четверг стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Болеем за наших. То, что вы увидите дальше в нашей программе, опять напомнит нам об уровне Амура. Выше 6 метров на этот час. Выставка «Большая вода» открылась в артсерватории в Хабаровске. Это работы художника Андрея Паукаева. Он родился в поселке Мага Николаевского района. В 1981 году закончил худграф Хабаровского педагогического института. В эти же годы был активным членом группы «5». Картины находятся в собраниях Дальневосточного художественного музея, галереи имени Федотова в Хабаровске, а также в частных коллекциях в разных странах мира. Художника не стало в 2012 году. При жизни у него состоялось более 30 выставок. А это вот такая своеобразная прощальная. Картины Андрея Паукаева переедут в Москву к родственникам. Ну и друзья художника предложили на прощание сделать эту выставку. Ну как у нас художники? Некоторые частюли там, знаете, трут этот этюдник после каждой живописи. А он об штаны вот так вот раз, это кисть, тряпку забыл. Ну вот так. Своеобразный был человек, ну очень, очень хороший. Еще одна выставка «История» в Хабаровске сейчас работает. Называется «Амур широкий». Амур широкий регулярно красуется перед нами с 2013 года. А собирательный образ Великой Дальневосточной реки в изобразительном искусстве представили в галерее ДВ «Худграф». На выставке собрали произведения как ушедших мастеров, так и современных авторов. Таким образом, зритель может увидеть, как менялась река, как шагала застройка по ее берегам. Это всегда интересно. Городские, практически открыточные виды с амуром предпочитают современные художники, как выясняется. Но есть и бескрайние просторы и места, не тронутые человеком. За такими видами художники отправляются в экспедиции. У каждого автора свой амур. И практически все работы на этой выставке из личных коллекций. То есть каждый день их не увидишь. Всего в экспозиции 66 картин. Самое главное для всех это интересно. Это художник в том месте, в котором он живет. И как он видит эту землю, как это доносит, как это соответствует его видению, его внутреннему миру. Выставка продлится до конца сентября. Край красивой природы, суровых и богатых людей. На этой неделе этот образ был снова подтвержден. Имиджевое происшествие случилось в Биробиджане. Там у дома на стоянке нашли чемодан с 15 миллионами рублей. Он стоял непрекаянный несколько часов, пока на него не обратил внимания сотрудник уголовного розыска. Утром, выйдя на работу, я обратил внимание, что на стоянке возле соседнего дома стоит чемодан пластиковый хороший. Я подумал, что кто-то грузится на дачу или на море. Спустя пару часов я заехал по работе в свой двор. И снова обратил внимание, что тот же чемодан стоит на том же месте. Это гражданам нельзя трогать посторонние предметы. А саперам и оперативникам положено. В общем, внутри чемодана нашлись планшет, личные вещи и пачки пятитысячных купюр. С Хабаровским мостом. Выяснилось, что владелец оставил чемодан с миллионами на стоянке, спеша в командировку. То есть вот точь-точь, просто забыл положить багажник. Он отвлекся на телефонный звонок, сел в машину и уехал, забыв про свой сейф на колесиках. Спустя несколько часов мужчина обнаружил, что чемодана при нем нет. Позвонил жене. Та выглянула в окно и увидела, что чемодан около дома, а около чемодана уже следственно-оперативная группа. Ценный багаж супругом вернули в отделение полиции. Цените, что имеете и не забывайте о главном, о здоровье. В Роспотребнадзоре, кстати, рекомендовали на этой неделе петь народные протяжные песни для восстановления легких после ковида. Берегите себя. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин